Всем привет! Очередная актуалочка по материнским платам подъехала. Сегодня это ASUS TAV PRO GAMING на B450 чипсете micro ATX форм-фактора. Взял её на продолжительное время вместо другой платы, на которую возлагал надежды. Комплект поставки скромный, два SATA 3, два винта с двумя стойками для M.2 SSD, заглушка и мусор прилагаются. Плата размерами 244х244 мм с креплением на 8 винтов. Задняя панель довольно бедновата на USB при своей-то цене. За интернет отвечает контролёр Realtek 8111H. Честно говоря, между ними я чё-то никакой разницы не чувствую. Что G, что GR, что ещё какая-нибудь херня. Аудиокодекс закрыт защитным экраном от помех с логотипом, но мы знаем, что там стоит Realtek ALC S1220A. Не самый плохой встроенный звук. Аудиотракт изолирован от остальных компонентов. Применяются конденсаторы не чекон. В целом добротно. Звук восьмиканальный, но реализуется по-мудацки через переднюю панель корпуса. Хотя, блин, плата стоит 8000 рублей, ну ё-моё. Нижняя грань усеяна следующими коннекторами. Аудио на переднюю панель корпуса. SPDIF. Компорт. 2 USB 2. 1 USB 3. Фронтальные диоды питания. Вкыл-выкыл перезагрузка. 4 SATA 3. С первого по четвёртый. Пятый и шестой справа от ОЗО находится. Перемычка сброса биуса. И куда же без подсветки по правому краю снизу. Слотов расширения всего 3. Первый PCI-Express X1. Второй основной полноценный под видеокарты X16, который армирован за каким-то чёртом. Третий отсутствует. Четвёртый X4 под как бы X16. Слоты M2 имеют возможность подключить NVMe накопители. Первый M2 работает в режиме PCI-X4 или SATA 3, но откусывает линию у пятого и шестого SATA 3. Справа края платы. Второй M2 в режиме PCI-X2 или SATA 3 откусывает линии у третьего и четвёртого SATA 3 портов. Четыре слота DDR4 имеют подвижные фиксаторы только с верхней части. Заявлена поддержка частот ОЗО аж до 4400 МГц. Набрать позволяет до 128 ГБ памяти. Питальник процессора и SOC устроены следующим образом. Это 4 фазы на Proce и 2 на SOC. Выглядит иначе, но на деле одна из фаз для ЦП расположена в зоне питальника SOC. Выходит, что для Proce у нас имеется 16 транзисторов и 8 дросселей. По 4 транза и по 2 дросселя на фазу. Для SOC же выделено 8 транзов и 2 дросселя на 2 фазы. Производитель транзисторов он семикондактор. 4C10B для верхнего плеча и 4C06B для нижнего плеча, по 12 штук каждого. Управляется всё это контроллером ASP1106GGQW по схеме как раз 4 плюс 2. Теперь про нагрев. Верхний радиатор греется неравномерно вдоль нижней его части около 58 градусов на стороне одной из фаз для ЦП. Это примерно 68 градусов самих транзисторов. Левый также по нижней и внешней стороне показывает 58 градусов, что примерно равно 68 самих транзисторов. Возможно стоит подкинуть ещё 5 градусов сверху. Также стоит сказать, что радиаторы охлаждают не только транзисторы, но и дроссели. Поэтому в самом деле сложно сказать, что вообще по температурам в принципе. Плюс картину ещё портит отсутствие термодатчика питальника. Ну блин, за такую цену могли бы уж и добавить. Предупрежу сразу, что в сторону питальника поддувает Macho 140. Правда слабовато, да и находится он далековато. И это всё с разгоном Ryzen 2700 до 3950 МГц по всем ядрам с 1.330 вольта. Увы и ах, это не самый удачный камень. Чтобы взять 4 ГГц, требуется выставить вольтаж больше, чем 1.4, иначе он не проходит стресс-тест Аиды. Там, кстати, за 200 Вт переваливало, а питальник примерно то же самое показывал по градусам. Да и старый чмошник как-то не особо выдерживает нагрев данного камня в стресс-тестах с таким вольтажом. Однако, смело можно утверждать, что эта плата схавает вообще любой камень на М4. Память у меня осталась та же, что была и на Интеле. Рекордами похвастаться не вышло. 3.400 МГц с таймингами 16-17-17-37, TRFC 440. По возможности все тайминги прижаты. Вольтаж 1.350. Что можно сказать об этой плате в целом? Ну, например, нагрев РМ с запасом 30 градусов до сотки при разогнанном престарелом Ryzen 2700. Как ни крути, это хорошо. Большие радиаторы хоть и всратые, но всё же это вам не DS3H. Кожух, наверное, в этой зоне крайне лишний. Не стал морочиться с замерами с ним или без, сразу снял, аккуратно не срывая шлицы с винтов. В биосе доступны такие положительные особенности, как Precision Boost Overdrive для X-овых камней и Loadline Calibration для процессора и SOC по раздельности. Правда, он с отклонениями, но без него разгон совсем тугой. Оформление биоса по мне так дебильно сделано. Типа маленькое окошко, а между строчками можно Титаник возить. Но да ладно. Звук не знаю, насколько лучше тех же бюджеток типа ALC892, но вроде как чувствуется, что музыка почище звучит в наушниках. Но балаболить на эту тему я не решусь. А плацебо ли это? Общая компоновка разъёмов, если честно, меня напрягла дико. На материнке есть места, где можно было разместить все SATA 3 и тот же USB 3, так чтобы это всё не мешало поставить какую угодно видяху. Только складывается впечатление, что разрабы сначала сраную подсветку проектировали на текстолите, а потом всё остальное. Подсветка ведь полезная хуйня, правда? У меня видеокарта перекрывает собой три слота. По нижнему краю, например, утыкаешься в видях и в некоторые интерфейсы, как SATA 3 и USB 3. Да-да, эта плата схожа с тем, что у Pro 4F, но там порты SATA 3 и USB 3 расположены нормально. Пришлось, например, отказаться от USB 3 на переднюю панель. Плюс SATA 3.1.4 расположены, ну звездец как тупо. Тогда как пятый и шестой расположены удобнее. Но они не работают, уже из-за того, что я занял второй M.2. Я в принципе занял оба M.2 и теперь мне доступны только первый, второй SATA 3. Это, кстати, значительно. У вас либо 6 SATA 3 устройств через кабель, либо 2 M.2 и 2 SATA 3. Ну или может быть там получится 5 устройств. Как скомбинируешь. Но справедливости ради скажу, что это всё-таки ограничения чипсета B450. И у других таких плат будут другие ограничения. Например, отключаемые слоты расширения из-за установки M.2. А тут же нижний X4 работает, в который можно установить адаптер с M.2. Но он перекрывается трёхслотовыми видяхами. Почему расположение всего и вся не сделать, как у MCI Mortar или Asrock Z370M Pro 4, которые тоже микро. У них и PCI Express X16 первым слотом идут. В общем, свободное расстояние между кулером, проца и видях это, конечно, хорошо, как я думал раньше, говоря про Pro 4F. Но, как оказалось, для микроплат это хрень. Ещё, конечно, стоит обратить внимание на полноразмерную ATX TAF Pro Gaming. Но там тоже свои ограничения, если говорить о B450. Короче, если не париться, а только купить Pro с дешёвой, с кучей потоков, типа Ryzen 2700. И плату с нормальным питальником, вспоминать о котором точно не придётся, что он там греется, не греется, то TAF Pro Gaming вам подходит. А если вас парит по мелочи вся вот эта вот херня с разъёмами и компромиссами по WGMO линии, то стоит глядеть на другие платы. Особенно на старшие чипсеты. Разумеется, будет дороже. К слову, я купил мать и проц за 2400 рублей в магазине. 8000 за эту плату считаю, что малёха дороговато. Убрать реализацию подсветки, кожух, армированный PCIe X16, который нахуй никогда никому не нужен был, по D стоило бы 1700. Ну, примерно, да. Ииии, пользуясь случаем, хочу сказать, что я слил свою материнку A40Z370M Pro 4 и Pro 8600K, скальпированные, ради того, чтобы сделать этот видос. Вот так вот. На этом всё. Продолжение следует...